Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем изучать раздел номер два «Быть человеком» и тема урока «Характер человека». Сегодня мы рассмотрим цитату Абая Кунанбаева «Сосуд, хранящий ум и знания, характер человека». Ребята, как вы понимаете смысл данной цитаты? Каждый человек обладает уникальным набором качеств, определяющих его личность. Это и есть характер человека. Характер формируется в деятельности, в игре, учёбе, труде. Каждый человек способен ежедневно развивать себя, свою волю, желание, настойчивость, умение делать нравственный выбор в жизни, то есть отличать хорошие поступки от плохих. Если слова и поступки человека полны любви, доброты и великодушия, то у такого человека добродетельный характер. А сейчас я предлагаю вам послушать рассказ «Победа Бесена». Бабушку Кулян разбудили странные приглушённые звуки, долетавшие откуда-то со двора. Бабушка открыла глаза и тут же вновь, ослеплённая яркими лучами солнца, сомкнула веки. Бабушка ругала себя, но вставать, однако, не торопилась. Лежала, наслаждаясь покоем, солнцем и утренней свежестью, веявшей в распахнутое на стеж окно. И вдруг снова те же странные звуки. Что же такое видела бабушка Кулян? Она увидела внука Бесена, ученика четвёртого класса. Конечно, в том, что она увидела именно внука, ничего для неё неожиданного не было. Странным и даже страшным было то, что он выделывал. То, как резвый козлёнок носился кругами по двору, то вдруг начинал приседать по зайчей, после чего неожиданно встал на руки, а ноги скинул вверх. Постоял, постоял, так и снова принялся бегать по двору. Потом, наконец-то, остановился, но не успокоился. Начал, уперев руки в бока, клониться, как деревце под ветром, то вправо, то влево, то вперёд, то назад. И вдруг, сжав руки, взялся молотить ими по воздуху, словом калашматил невидимого врага. Бабушке Кулян стало плохо. Чёрная душная волна подкатила к сердцу, до дурноты сжала руки. Прижав руки к груди, она подумала о том, что Бесен, её единственная радость, опасно заболел. Страх лишил бабушку языка, но понимая, что надо что-то немедленно предпринять, она с усилием откликнула. «Бесен, Жан! Бесен!» Ещё раз к ней скинул руки и замер, тяжело дыша. Бабушка осторожно, с опаской подошла к нему поближе. «Что случилось, сынок?» Она не договорила, с тревогой оглядела двор. «Да и как не испугаться?» Бесен, когда ему исполнилось 7 лет, около года страдал какой-то неведомой и странной болезнью. Чуть не умер бедный. Когда у него случались те страшные приступы, он убегал из дома, а возвращался назад слабым и беспомощным, как новорожденный котёнок. И вот теперь, глядя на внука, бабушка вспомнила о той болезни, и сердце её сжалось от боли, а горячий комок с жёстким обручем стиснул горло. «Бабушка!» Бесен трунул её за локоть. «Что с тобой, бабушка?» «Со мной?» «Ничего». Обрадованная тем, что внук заговорил, она облегчённо перевела дыхание. «А вот что с тобой случилось?» «И со мной ничего. Правда?» У неё немного отлегло от сердца. «Но что ты делаешь, а?» «А, это гимнастика, бабушка!» Бесен засмеялся. «Разные упражнения!» «Что же за упражнения, жеребёнок мой?» «Зачем они тебе?» «У нас в школе скоро начнутся соревнования, а я буду бегать». «Я, бабушка, знаешь, бегать?» Удивилась бабушка. «Ты и так без упражнений много бегаешь!» С тех пор и стал Бесен по утрам заниматься гимнастикой и бегом. Упорно занимался, даже бабушку напугал. Наконец наступил день школьных соревнований по лёгкой атлетике. Бесен с утра начал волноваться, но это не помешало ему, как всегда, сделать утреннюю гимнастику и обтереться холодной водой. Потом легко позавтракал и торопливо собрался. Только хотел уйти, как из другой комнаты его окликнула бабушка. «Бесенжан! Эй, Бесенжан!» «Что?» – отозвался он. «Говори скорее!» «А я тороплюсь!» «Ты брось мне это!» «Сходи-ка в магазин!» «Сахар в доме кончился!» «Не могу, бабушка!» – Бесен взмолился. «У нас соревнования! Я опоздаю!» «Соревнования, соревнования!» – вошли его, – проговорила бабушка. «Они у тебя никогда не кончаются!» «Ладно уж, беги! В магазин сама схожу!» Бесен тут же исчез. А минут через пять вышла из дома и бабушка Кулян. Шла в магазин, но у школы, вернее, у спортивной площадки по неволе остановилась и подумала. «Людей-то! Людей сколько!» «Словно весь аул собрался сюда, и дети, и взрослые!» «Высоко-высоко над площадью полочится на ветерке красный флаг!» «Множество ребят в белых майках и синих трусиках бегают туда-сюда!» «Подпрыгивают, как резвые же ребята на лугу!» «Шум и смех стоит небывало!» «Не утерпела бабушка Кулян и подошла ближе к площадке, туда, где были устроены скамейки для зрителей. Старец Абиш, белобородый и важный, расположился, подвернув под себя ноги, прямо на траве. За ним на первой скамейке устроилась старуха Усербаева. «А этим-то что здесь надо, — подумала бабушка Кулян, — кино, что ли?» И только тут она разглядела, что с дальнего конца дорожки набегает на нее группа мальчишек. Человек десять. Бабушка торопливо отступила назад, и юные спортсмены один за другим промчались мимо, заходя на новый круг дистанции. Впереди, заметно оторвавшись от основной группы, бежали двое мальчишек, и в одном из них бабушка Кулян с удивлением признала своего Бесина. Он шел вторым, но было видно, что Бесин бежит, не торопясь, спокойно и ровно, держась за спиной соперника, смуглого, поджарного мальчика. Тот, напротив, выкладывая до конца, не желая уступать первенство Бесину. Бабушка Кулян неожиданно для себя разволновалась. «Что же это такое? — подумала она. — Почему Бесин не бежит быстрее?» Не вытерпев, она взмокнула руками и закричала, что было сил. «Эй, Бесин, не отставай! Обгоняй его!» Бесин, услышав знакомый голос, на обновение обернулся и, набирая темп, побежал быстрее. Слова бабушки словно подстегнули его. Он поднесся вперед, как на крыльях. Бабушка Кулян не успела и глазом моргнуть, как Бесин обошел соперника и в одиночестве устремился к финишу. Туда же, к тому месту, где двое мальчишек, стоя по обе стороны дорожки, держали натянутую ленту. Пошла и бабушка Кулян. До цели она добралась как раз в тот момент, когда кто-то объявил. «Первым с забеги пришел Бесин Баянов. Его время...» Бесина, его возбужденного и бесконечно счастливого, плотным кольцом обступили товарищи, хлопали его по плечам и по спине, поздравляли с победой. Бабушка Кулян с трудом пробелась к внуку, обняла и его, и нежно поцеловала в лоб. «Не отставай от своих сверстников, жеребенок мой, и всегда старайся, как сегодня, быть первым». Бесин покраснел. Ему стало неловко от того, что бабушка на виду у всех обнимает и целует его, словно маленького. Он выскользнул из ее объятий и нырнул в толпу. Бабушка не обиделась. Она вернулась к скамейкам, присела рядом белобородом с торцом обишем и завела с ним разговор. О том, что она вышла из дома в магазин купить сахару, бабушка просто-напросто забыла. А теперь, ребята, побеседуем. Почему Бесин стал заниматься гимнастикой? Что помогло мальчику победить в забеге? Объясните фразу «У тебя характер настоящего спортсмена». Из каких составляющих складывается характер человека? Приведите примеры людей, которые изменили свой характер и добились успеха. Основу характера всегда составляет воля. Это способность собрать все свои силы, чтобы добиться целей. Сильный характер означает несгибаемую волю. Волю к победе, к жизни — это признак самостоятельной личности, привыкшей опираться в жизни ни на кого другого, кроме себя. Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорство способствует становлению сильного характера человека. Характер изменяется на протяжении всей жизни человека. Эти изменения в характере человек делает сознательно. Изменив свой характер, человек меняет свою жизнь. Ребята, мы переходим к творческой деятельности. Вернемся к цитате Абая Кунанбаева. Сосуд, хранящий ум и знания, характер человека. Представьте, что ваш характер — это сосуд. Чем же он наполнен? Какими качествами? Продолжите позитивную фразу. Я смогу, я сумею, я преодолею всё. Наш урок подошёл к концу. Запомните, каждый человек должен совершенствовать свой характер, трудясь над собой, воспитывать свои лучшие качества. До новых встреч на уроках самопознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова